Модный актер Иван Янковский в сериале по сценарию модного писателя Дмитрия Глуховского. И все это на популярном стриминг-сервисе Кинопоиск. Звучит внушительно, не так ли? Давайте разбираться, что это за топи и с чем их едят. Привет, меня зовут Яна, и я посмотрела все сериалы за вас, поэтому вам не обязательно. В этот раз Кинопоиск объединил усилия с писателем Дмитрием Глуховским, известным по франшизе «Метро» и «Текст». С его творчеством я знакома. Ярым фанатом не являюсь, но автор он интересный и необычный. Хотя, на мой взгляд, иногда перебарщивает с мрачностью и безысходностью России. Глуховский давно заинтересован в кино и сериалах, а первый сценарий топи был написан аж 10 лет назад. И порой от сюжета даже веет наивностью тех времен. Ты сам-то правослух? Агностик. Евреи, что ли? Сериал повествует о компании молодых москвичей, которые отправляются в некое подобие православного спа под названием Топи. Но в итоге попадают то ли в пограничное состояние между жизнью и смертью, то ли в российскую адаптацию солнцестояния. Первая серия, откровенно говоря, меня разочаровала. Забегая вперед, могу сказать, что дальше будет лучше. Но представления героев и сами герои – сплошные штампы, за которые ругают начинающих сценаристов в киношколах. Тут вам и разработчик успешного приложения, который поливать хотел на всех. А еще у него рак. Тут вам и модный диджитал-журналист, который в первые же минуты своего появления внезапно и без причины становится честным и неподкупным. Тут и кавказская девушка, которую родители хотят отдать замуж против ее воли. И блондинка, у которой сложные отношения с богом. Все это запихано в пилот и сделано лишь для одного – заставить всех героев уехать на болото. Каждый от чего-то бежит, каждый чего-то боится. Выбора у них нет. Им нужно зачем-то попасть в чудодейственный монастырь, хотя ярко выраженная цель есть только у журналиста. Все это разбавляется излишним театральным драматизмом и почти арт-хаусными сценами. Спасает это дело, на удивление, свежая актерская игра вообще всех персонажей. И вторая серия, когда герои наконец добираются до топий. Вот где начинается настоящая красота и атмосфера. Кажется, тут можно простить все клише и перебарщивания. Магия мрачноватой, но уютной российской глубинки, где безнадега и запустения соседствуют с ностальгией и уютом. Застывший во времени лим с милыми, но немного безумными старушками, горшками на заборах, русской баней и утопающим в камышах озером. Тут просто обязано происходить что-то сверхъестественное. И оно происходит. Кто-то пропадает, кто-то восстает из мертвых, кто-то путешествует во времени и пространстве. Аномалии и неожиданные повороты прут из всех щелей. А московские мальчики и девочки выглядят на этом фоне нелепо. Авторы подкидывают нам одну догадку за другой. Все герои мертвы. В лесу орудует секта во главе с монстром или за всем стоит банальный убийца? Что за таинственный завод с розовым дымом? В общем, скучать не придется. Это неплохой триллер с правильной атмосферой. Режиссер Владимир Мерзоев справился на отлично. Перед нами действительно русский Сайлент Хилл. И пока герои только догадываются, мы, зрители, уже понимаем, что из топий выбраться невозможно. Тут куда ни поедете, хоть на север, хоть на юг, все в эти гребаные топи возвращаешься. Ой, ну хорош уж. Мы сами долго воткнуть не могли. Это как в стеклянном пузыре сидеть. В топе нишевый проект. Это что-то мрачное, местами страшное, заставляющее думать. И это как раз не проблема. Проблема в том, что персонажи максимально далеки от реальных людей. Да, жители мегаполиса могут представить себе эксцентричного владельца успешного приложения, либо понять мотивацию последнего честного журналиста в издании. Они выглядят так карикатурно на фоне других. И когда второстепенные персонажи начинают свои драматичные монологи про то, как на Руси жить плохо, основные герои тупо пялиться на них, не в силах проявить эмпатию. А мы тупо пялимся на главных героев. У нас медицина только для здорового человека бесплатная. На рак Россия не рассчитана. Сериал вышел сатирически-оппозиционным. Герой Янковского самоотверженно отказывается слить силовикам переписки своих пользователей. СОВИ журналиста пытается купить сурковская пропаганда. А еще тут ярко выражена тема агрессивного навязывания религий. Глуховский даже смог вплести в современный, практически подростковый сериал «Чеченский конфликт» экологический триллер про загрязнение заповедной территории зловещими корпорациями. Да, вымирает русская деревня. Помимо либеральной повесточки, тут все же есть уже ставшие описательными элементы интернет-сериалов. Кровь, обнаженка и мат. В ТОПе зрелище достаточно жестокое, не стесняющееся из уродованных тел и отрубленных конечностей. Без перебора, но все же имейте в виду. С матом же дела обстоят немного по-другому. Его много, он отборный, но это как раз таки плюс. Герои общаются с современным, живым языком. Но если вы не любитель брани, то вас это может сильно смутить. Ну а что же с аномалиями и загадками? В них и кроется вся изюминка сериала ТОПе. Во-первых, нужно отметить невероятную работу оператора и художников-постановщиков. Все эти болота, дремучие леса, вагончики местных маргиналов и простые деревенские хаты сделаны просто отлично. Если героям еще можно докопаться, то к самим ТОПе нет. Это место действительно существует и живет по своим законам. В сериале много визуальных и литературных цитат. ТОПе пестрят отсылками от Тарковского до тьмы. Не знаю, как вам, а мне такие вещи угадывать приятно. Добавляет атмосферности отличный саундтрек, написанный группой Айгел специально для сериала. В их музыке действительно есть что-то шаманское и потустороннее. Музыка и картинка работают на то, чтобы зрители сомневались, это все за правду или мы смотрим какой-то коллективный приход. Каждому герою явится свой демон. В каждом живет свой персональный страх. И тут сериал проходит проверку на прочность. После каждой серии хочется обсуждать его с друзьями и коллегами. Строить теории и догадки. В наше перенасыщенное контентом время это дорогого стоит. А уж нравится вам мистика на грани арт-хауса или нет, решать вам. Давайте перейдем к еще одному козырю сериала – актерам. Его каст – несомненный успех. Да, очевидно, перед нами звездный сериальный час Ивана Янковского. Играет он в разы лучше, чем прописан его герой. Облом вышел. Сори, гай. Не отстает от него и Тихон Жизневский. У его персонажа понятный внутренний конфликт. Получился эдакий обаятельный и иногда совестливый мерзавец. Но я бы отдельно отметила второстепенных персонажей. Они тут такие колоритные, что многие будут поинтереснее центральных героев. В сериале поначалу нет четкого антагониста. И это даже хорошо. В первую очередь герои сражаются сами с собой. Во второй половине антагонист материализуется во вполне конкретной форме. Хотя, на мой взгляд, лучше бы они этого не делали. Вам в круг так и так нельзя. Даже не думайте. Хана вам будет. Это кто сказал? Это хозяин сказал. Хозяин у нас тут у всех один. Наслоение образов, смыслов, конфликтов и жанров делают Топи трудно определяемым произведением. Больше похожим на философскую притчу о русской душе в русской же глубинке. Топи — это, на удивление, штампованный и местами вторичный проект, который иногда предлагает что-то оригинальное и обладает своей атмосферой. Я бы с удовольствием узнала про этот мир побольше. Можно в формате игры или комиксов. Ведь это больше похоже на них, чем на драматический сериал. Не успев разобраться с мистикой, сериал уходит в сторону антиутопии с аллюзиями на бесконечное зло властей и беспомощность обычного человека перед этими силами. Но герои — хипстеры и мажоры. И явного конфликта, и острый социальщины не выходит. А на этом фоне в болоте тонут отличные мистические находки. Православное солнцестояние начинает за здравие, но к середине сезона Топи будто бы сами себя топят. Забывают, кто они и зачем они. Вам могло показаться, что я ищу сериали «Косяки», но делаю это только из-за того, что мне искренне понравились Топи. И просто хотелось бы сделать его лучше и немножечко проще. Боюсь, желание Глуховского отойти от законов драматургии и писать сценарий интуитивно не пошло проекту на пользу. В результате получилось много противоречий. Надо признать, Топи удались. Это достойная работа талантливого режиссера Мирзоева и отличный сериальный стан для писателя Глуховского. Остается только поздравить их и команду Кинопоиска. А на этом все. Я пошла искать для вас новый сериал. Редактор субтитров А.Семкин